Всем привет! Меня зовут Лена Стасевич. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных пончиков или по-другому, как их называют, донатс или берлинеры. Мы сделаем очень пышные, воздушные пончики с начинкой из заварного крема. Итак, мы будем готовить дрожжевое тесто. Для этого нам понадобятся сухие дрожжи, сливочное масло, сахар, яйцо, молоко и мука. Муку я беру с высоким содержанием протеина или по-другому это мука для хлеба. Итак, в чашу миксера я помещаю молоко комнатной температуры и смешиваю с сухими дрожжами. Молоко необходимо взять чуть-чуть теплое. Оно должно быть немного теплее, чем комнатная температура. Добавляем также сюда сахар, соль, яйцо и все хорошенько перемешиваем. Тесто готовится очень легко и просто, не надо делать никаких опар. Мы просто перемешиваем все ингредиенты сразу, кроме сливочного масла. И всыпаем сюда просеянную муку. Муку я беру с высоким содержанием протеина для того, чтобы в дрожжевом тесте лучше образовывался глютен. И появилась такая своеобразная волокнистость теста. Но также вы можете использовать и обычную пшеничную муку. Теперь насадкой весло в миксере я перемешиваю тесто до вот такого состояния, до объединения продуктов. Вымешивать его не нужно на этом этапе. Мы просто соединяем все продукты в единую массу. Накрываем пищевой пленкой и оставляем примерно на минут 20, чтобы тесто немного отдохнуло. Тесто у нас не поднялось. Оно может быть немного стало более таким пышненьким. И теперь обратно ставим его в миксер и уже возьмем насадку-крюк для вымешивания дрожжевого теста. И будем добавлять сюда частями мягкое масло сливочной комнатной температуры. Добавляем частями и вымешиваем тесто, пока оно не соберется вот в такой гладкий и однородный комок. Оно прекрасно отходит от стенок формы, не прилипает. Но в то же время оно такое эластичное, мягкое, не забито мукой, оно не плотное. Вот такое мягенькое. И теперь накрываем снова пищевой пленкой и ставим в теплое место для увеличения теста в объеме. Это занимает примерно час. Тесто должно увеличиться минимум в два раза. Я ставлю в выключенную духовку. В духовке включаю просто свет. И там достигается нужная температура для расстойки теста. Духовка не включенная обязательно. И пока расстаивается тесто, мы можем подготовить очень вкусный заварной крем или по-другому крем-патисьер. Для этого нам понадобятся вот такие продукты. Сахар, желтки, стручок натуральной ванили, молоко и кукурузный крахмал. Итак, в сотейнике я смешиваю молоко и добавляю сюда стручки ванили, которые я разрезала и отделила семена ванили, чтобы в креме появились вот такие классные точечки. И ставим молоко на огонь. Нам необходимо довести его до кипения. В это время желтки смешиваем с сахаром и всыпаем сюда предварительно просеянный кукурузный крахмал и также перемешиваем. Перемешиваем довольно тщательно и быстро, чтобы не было комков. Эту массу нам необходимо сразу же заливать молоком, нельзя ее оставлять, иначе от крахмала могут образоваться комочки. Как проверить, что молоко достигло нужной температуры? Посмотрите, вот тут по краям образовываются вот такие пузырьки. У нас не кипит все молоко, а только лишь по краям. Это значит, что мы можем темперировать яйца с помощью молока. Я вливаю немного молока к яйцам и быстро перемешиваю массу. И затем переливаем обратно желтковую массу к молоку и перемешиваем до однородности. И затем нам необходимо уварить крем до загустения. Ставим его снова на плиту на небольшой нагрев. И при постоянном помешивании венчиком нам необходимо дождаться, пока крем не станет довольно густым. Смотрите, крем начинает густеть довольно быстро. Это занимает буквально 3-4 минуты. Нам необходимо дождаться, когда на поверхности крема появятся вот такие пузыри. Он должен немного закипеть. И после этого мы проварим его еще одну минуту. Это мы делаем для того, чтобы в креме не чувствовался вкус крахмала. Мы должны крахмал хорошо проварить. Но не переварите, не делайте высокую температуру, иначе вы просто можете приготовить из яиц омлет. Посмотрите, вот такой консистенции получился крем. Снимаем его с огня. Теперь нам необходимо моментально его охладить. Это очень важно для такого вида кремов. Запомните, что заварные крема на основе яиц должны быть охлаждены моментально. И теперь я работаю очень быстро. Через сито я вливаю крем на подготовленный белый шоколад. Я процеживаю крем, чтобы избавиться от возможных комочков и также от стручков ванили. Шоколад тает от тепла крема, и мы перемешиваем лопаткой до однородностей. И теперь эту массу быстро переливаем на подготовленную пищевую пленку и помещаем в морозильную камеру на 5-6 минут, пока крем полностью не охладится. Морозить его не надо ни в коем случае. Через 5 минут мы перекладываем его в холодильник. Крем мы охлаждаем для того, чтобы в нем не образовывались вредные бактерии и микроорганизмы. Если мы оставим этот крем просто на столе остывать, то в нем моментально образуются микроорганизмы, которые уменьшат срок годности крема до 4 часов. Мы охлаждаем крем, и тем самым мы можем его скушать в течение 2 суток, и это будет безопасно для организма. И посмотрите, как поднялось наше тесто. Оно увеличивается в 2 раза. Посмотрите, какое оно гладенькое, нежное, пышненькое. Мы можем проверить его готовность, проткнув пальцем, и оно не должно пасть. Теперь припыляем стол мукой и перекладываем тесто. Мы должны раскатать его в пласт и будем вырезать кружочки, из которых в дальнейшем получатся наши пончики. Тесто немножко обминаем, вмешивать его уже не нужно. Мы его лишь немного приминаем. И теперь раскатываем в пласт толщиной примерно 1 сантиметр. С помощью вырубки вырезаем круги нужного вам диаметра. Я вырезала с помощью вот такого кольца для тарта диаметром примерно 7 сантиметров. Вы можете делать любого размера, но диаметр классических пончиков примерно 7-8 сантиметров. Ориентируйтесь на такой размер. А также пончики еще немного увеличатся после того, как они постоят. И в процессе жарки они также увеличатся. И таким образом вырезаем. Из остатков теста мы снова раскатываем тесто и вырезаем новые пончики. В итоге у нас получается 10 штук из этого количества теста. Теперь накрываем их пищевой пленкой и даем постоять еще минуток 20. Они должны немножко увеличиться, вырасти. В это время подготовим растительное масло, в котором мы будем жарить пончики. Возьмите вот такой маленький ковшик, маленький сотейник, желательно толстостенный, чтобы масло не горело. И будем выпекать по одному пончику. Это мы делаем для того, чтобы было более экономично. Если мы возьмем широкий сотейник, то соответственно нам нужно будет наливать больше масла. Наливаю сюда масло высотой примерно 4-5 сантиметров. Рабочая температура, при которой готовится фритюр, это 170 градусов. И вот таким образом выпекаем с каждой стороны по 2 минуты. Затем перекладываем. Можно переложить на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло. Но сами по себе пончики получаются нежирные, они не впитывают растительное масло абсолютно. При любой выпечке в растительном масле ориентируйтесь на температуру 170 градусов и нам необходимо ее поддерживать. Вы можете выпекать пончики в мультиварке, например, на режиме, как для картошки фри. Либо воспользоваться термометром, как это делаю я, и каждый раз температуру проверять. Таким образом мы нагрев то увеличиваем, то уменьшаем каждый раз, чтобы у нас примерно было 170 градусов. Если температура будет ниже, пончики просто не пропекутся внутри. Если температура будет выше, они также не пропекутся внутри, а сверху поджарятся очень сильно, а внутри останутся сырыми. Готовые пончики обмакиваем в сахар и, в принципе, они у нас уже готовы. Я хочу сделать их еще вкуснее, поэтому я добавлю сюда крем. А вы можете добавить ягодный джем, либо сгущенное молоко, или какие-то ваши любимые другие начинки. Также их можно кушать и без начинки, они очень вкусные. Итак, вот такой наш готовый крем. Вы видите его консистенцию. Он довольно густой. И мы таким образом его перекладываем. Можете выложить его в тарелку и перемешать венчиком, чтобы он стал более однородным. Но мне неохота это делать. Я просто вот так вот разомну его в пленке. И когда мы переложим его в кондитерский мешок с круглой насадкой, там крем станет более однородным при начинении пончиков. Делаем отверстие. Я делаю отверстие почти до самого конца, но не насквозь, естественно. Таким образом вращаем палочку, чтобы у нас внутри образовалась полость. И заполняем кремом. Этого крема хватает ровно на 10 пончиков. И все, можете сразу кушать. Это очень вкусно, очень пышно, очень нежно, ароматно. Посмотрите, что внутри. Это просто красота. Крем прекрасный. С такими точечками ванили. Он просто мега ароматный. Просто чудесный. Само тесто нежное, мягенькое такое. Ну, это очень вкусно. Обязательно приготовьте, обязательно попробуйте. И как видите, они готовятся очень легко и просто. Их необходимо скушать в течение суток. Если у вас остались пончики, вам необходимо их хранить в холодильнике, потому что здесь есть крем. Если крема нет, то просто храните в герметичном контейнере или в пакете, чтобы они оставались свежими и без крема. Тогда их не нужно хранить в холодильнике. И на следующий день они также будут мягенькие. После холодильника они будут такие более плотные. Но когда они полежат при комнатной температуре, они снова станут мягенькими и очень вкусными. Я надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Подписывайтесь на меня в инстаграм и в ютуб. С вами была Лена Стасевич. Пока-пока.